28 октября Слонинский коммунальник на выезде Барановича встречался с местным футбольным клубом. Встречи этих двух команд всегда были упорными, а сегодня мешались еще и погодные условия. Футбольное поле было похоже на снежную поляну, на которую гадывались вратарские штрафные рецентра поля. К тому же принимающей страны не оказалось красных мячей, да и подавать их было некому. В общем, все условия для экстремального футбола. Надо отдать должное обеим командам. На Снежном Насте футболисты проявили себя как настоящие бойцы. В основном в составе хозяев под седьмым номером вышел слонимчанин Дмитрий Наченко. Но в этом матче Дмитрий для коммунальника особых проблем не создал. Желто-синие всегда старались показывать атакующий футбол. Вот и сегодня треугольник Соколовский-Сашенков-Гусар вовсю таранили оборону соперника. На 28-й минуте уже Барановичи по-хозяйски ведут себя штрафной коммунальника. Но излечь какую-то пользу в этой атаке они так и не смогли. Затем Артеса Матошенко спасает ближний угол ворот слонимчан. Через три минуты Максим Федорчук недалеко от вратарской бьют по воротам соперника, но попадает защитника. А в самом конце первого тайма защита «Желто-синие» позевала в выход один в один Евгения Бакуна. Штрафной гостинин все-таки попадает в тиски с пастюк Жуков и на этом острый момент исчерпан. Во втором тайме борьба пошла еще острее. Команды в этих условиях совершали много ошибок, но и не закрывались в обороне, а продолжали искать удачу в атаке. На 47-й минуте обязан был забивать Александра Сташенков. Сергей Гусар своим пасом оставил неудел всю защиту хозяев, но Александру, которого был оперативный простор, сыграл не лучшим образом. Затем Евгений Бакун плохо обработал мяч и не смог пробить поворотом слонимчан. Очередной супер-момент Александра Сташенкова наступил на 64-й минуте. Но штрафной соперника он начал делать лишние движения, а потом и вовсе упал. На 75-й минуте самотверженно в своей штрафной играет Артел Саматошенко, не позволяя Игорю Куношу отличиться в этом эпизоде. На флажке матча мог вырвать победу для слонима вышедшим на замену Андрея Ручко. Не дал отличиться нашему Галеодору Дмитрию Тарасевич кончиками пальцев потащивший, казалось бы, не берущийся мяч. Боевая ничья на Барановичском снежном газоне. Дмитрий Тарасевич, как для вас сегодня сложилась игра? Я считаю, что счет по игре. Команды достойные друг друга были. Когда мы в предсезонный период встречались с коммунальником, мне команда понравилась. Она действительно представляет силу, угрозу. По сегодняшней игре ничейная. И каждая команда была достойна, конечно, победы. Но, сами видите, погодные условия вмешались. И какой-то созидательный футбол показать было очень сложно. Поэтому игра упростилась до выноса мяча вперед. И кто кого перебадает, можно сказать. Силы оказались равны. Хотя игра в целом неплохая даже по такой погоде. Она изобиловалась жесткой борьбой, стыками. Ребята боролись, никто не хотел уступать. За что им почет и уважение, можно сказать. И той, и другой команде. Молодцы. Андрей Михайлович, вы, наверное, дозавели нападающего Виталия Суганова. Как он себя провел в этой игре сегодня? В этой он не тренировался до сегодняшней игры. Получил травму. И поэтому кто-то требуется от него ожидать каких-то сил. Выполнение сверхзадач было сложно. Он постарался выполнить то, что я просил, навязать борьбу Жукову Анатолию. Там парень высокий, который выиграл борьбу. По мере возможности я пытался, старался. Ясно, что войти по такой погоде, в такой игре сложно. Тем не менее, я доволен всеми ребятами. Претензии какие-то передавительные. Все сражались, боролись. В раздевалке было видно. И я уверен, что и у команды соперника все колени в крови. То есть снег, этот нас, тяжело. Тяжело. Как вам сегодня, когда Артема Самотовича? Ну, в одном моменте вытащил. Поставить коммунальность. Помог, вытащил. Когда штрафной, если мне не изменяет память, мяч Александр. Штрафной пробивал, здорово. Но в целом, в целом неплохо. 4 ноября на стадионе «Юность» состоится Слоневское дерби. Поединок между коммунальником и Бетразгазом состоится в 14 часов. Такого снегопада Давно не помнят здешние места А снег не знал и падал А снег не знал и падал Земля была прекрасна Прекрасна и чиста Снег кружится, летает, летает И по зелень краю клубя Заметает зима, заметает Все, что бы мило До тебя На выпавшей на белый На выпавшей на белый На этот чистый Невесомый снег Ложиться самый первый Ложиться самый первый И робкой, и смелый На твой похожий слеп Снег кружится, летает, летает И по зелень краю клубя Заметает зима, заметает Все, что было До тебя Раскинутся просторы Раскинутся просторы До самой дальней И верю я, что скоро И верю я, что скоро И верю я, что скоро По снегу доберутся Ко мне твои следы Снег кружится Летает, летает И по зелень краю клубя Заметает зима Заметает Заметает Все, что было Снег кружится Продолжение следует... Продолжение следует...